Всех приветствую! Сегодня расскажу, как можно максимально аккуратно срезать ненужный слой полоски кожи. Предположим, что мы захотели изготовить ремешок для часов, а имеющийся в наличии кожи кажется нам слишком толстый. И мы были бы не против срезать, допустим, треть от толщины. Будем исходить из того, что у нас нет доступа к брусовочной или двоильной машинам, изготавливать их мы не планируем, и все, что есть, это простые инструменты для работы с кожей, из которых нам понадобится. Первое, это нож. В моем случае я буду использовать японский нож для шерфования кожи. В принципе, нож может быть любым, главное, чтобы он был острым. Зажимы. И третье, это набор подкладок для настройки глубины среза. Подкладки могут быть абсолютно любыми, главное, чтобы вы могли подобрать набор для двух сторон одинаковой высоты. Я использую обычно старые пластиковые карты, а в данном случае я буду показывать на каких-то старых визитках. Окей, переходим к делу. Определяемся желаемой высотой кожи. В соответствии с ней подбираем два набора подкладок. Располагаем подкладки на ширине нашей полоски кожи с небольшим запасом. Фиксируем подкладки зажимами. Вкладываем кожу лицевой стороной вниз, между подкладками. Правой рукой прикладываем нож и вдавливаем его, пытаемся расположить на подкладках. Расстояние между подкладками не должно превышать ширину лезвия нашего ножа. Левой стороной тянем кожу на себя, тем самым включаем в работу нож. Проводим всю длину кожи. Далее заправляем кожу еще раз и уже тянем за другой конец полоски. Кожа опять же располагается лицевой стороной вниз. Уточнение и рекомендации. Желаемая толщина кожи регулируется набором подставок. Чем больше подставок, тем меньше кожи мы срежем. Кожа должна легко скользить по поверхности. Никогда не пытайтесь осваивать этот способ на дорогой коже или же на готовых изделиях. Сперва хорошенько потренируйтесь и набейте руку на обрезках или дешевой коже. Ну и иногда самое важное, этот способ я использую в своем хобби в работе с кожей. А это не значит, что он правильный или единственно верный. Я всего лишь предлагаю вам его попробовать. Возможно он и вам будет полезен. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok